Друзья, всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы Фанбокс. Меня по-прежнему зовут Глеб Болелов. И казалось бы, ну какие могут быть новости после батла Оксимирона и Эстэн? Но они все-таки есть. Группа Каспийский Груз этим июлем выпускает новый, довольно-таки необычный альбом. И сейчас мы находимся на заводе Кристалл, где посетим выставку кастомных автомобилей М-Кастом вместе с Весом и Бруто. Самые ярые поклонники группы Каспийский Груз за прошедший год, наверное, посидели. Сначала Бруто долгое время выступал один. Из-за миграционных неурядиц Вес не мог въехать в Россию. Потом вроде все наладилось. И тут заявление, что следующий альбом будет писаться раздельно, вновь посадило семя раздумий. Неужели это конец? Ведь предыдущий альбом «Сторона А» и «Сторона Б» уже по тематике был разделен на две части. Неужели творческий путь Веса и Бруто начинает расходиться в разные стороны? Я уже даже не помню, у кого родилась эта мысль. Но как бы, в общем, оба ее точно мы поддержали, а обоим эта мысль понравилась. И потом есть такая штука, что есть песни, есть текста, которые... Ну, допустим, я написал от начала и до конца, и туда уже не нужен ни второй куплет, ничего. То есть я полностью раскрыл тему. И вот такие песни мы не могли в формате Каспийского груза на двоих выпускать. А тут как бы все это получится. То есть тут слушатели ждут такие песни, которых они от нас еще не слышали. Мы хотим идти далеко и будем вместе надолго. Вот, это просто... Это даже не то, что эксперимент. Вообще не люблю слово эксперимент. Эксперимент – это когда ты не знаешь, что получится. А сейчас то, что мы делаем, да, то есть мы делаем два сольных альбома, мы знаем, что получится. Мы точно хотели это сделать. И именно мы делаем это так, как мы хотели как раз. Поэтому это совсем не эксперимент даже, и тут волнений никаких не должно быть. Следующий альбом – 99%, что это снова будет общим составом. Сегодня о чем-то рассказать в рэпе впервые, наверное, невозможно. Поэтому все чаще и чаще артисты пытаются найти какие-то новые ракурсы, с которых можно взглянуть на уже избитые темы. Например, строчки про родной район и про то, как трудно в нем жилось, есть у каждого рэпера. А рассказать эту же историю, но, например, от лица скамейки, на которой каждый вечер собиралась братва, это и есть взглянуть на тему с другого ракурса. Лавочка – это, конечно, не самый удачный пример, но зато понятен всем. И как раз-таки новых и необычных ракурсов в своих грядущих релизах весы Брута обещают много. Сложно сейчас сказать, и тебе ты тоже этот материал не слышал, и людям вот сейчас это сказать. Ну, как бы вот послушают, они услышат, точно узнают подтверждение моих слов. То есть там будут темы, которые вот именно так поданы еще не были. Блин, ну что это? Как это? Как это? Как это водить? Кезамо P.I.M.P. Что-то пахнет даже, короче, этим хайпом. Переключи, попробуй что-то. Да не, не. Сцепление тут есть вообще? Да, да, да. Там вот вид. Газ, тормоз, автомат. А как это? Что-то такая коробка автомата у него? Да. Выбираем, на каком машине будем кататься, пока вот больше всего нам нравится это. Крайсер. В бараке так тихо, что страшно. И тут, наверное, каждый стал думать о важном. И я свой кашель еле сдержал. Тоже думал лежал. Также будет интересно услышать и биты, которые Брута для своей части создал сам. До этого львиную долю звука для каспийского груза, не считая других битмейкеров, делал вес. И по сути это будет премьера новой стороны творчества. Это интригует. Интересно услышать, как чувствует музыку человек, который уже давно тесно с ней связан. Но серьезно в этом направлении не работал. Я подошел к альбому так. Я изначально до написания музыки приобрел себе сразу маг. То есть сразу оборудовал студию, хороший звук. То есть не записав и не написав еще ни слова, я уже подошел к тому, что я хочу сначала технически оборудоваться, а потом уже начать делать музыку. Но сейчас я пишу в лоджике. Все, что я сделал для альбома, написал в лоджике. Там будет у меня 11 треков, из них три минуса это чужие. И в Дива Дим, и Мэд Ван. Мэд Ван это чувак, который писал для пики некоторые биты. А все остальное это мое. Предлагал бы вам что-то? Слушай, ну были минуса, которые просто, ну там, ты присылаешь, я говорю, блин, это или туда просто вообще, ну ни строчки не ложится. Ну даже сейчас было, вот, допустим, мы же друг у друга на альбоме в гостях-то участвуем по-любому. Да, да, да. То есть он уже у меня в гостях есть. Причем я поступил вообще супер хитро. То есть у него был минус, который он хотел себе на альбом, я написал туда куплет, говорю, чувак, отдавай его мне и сам туда допишись. Вот, а теперь он ждет как бы трек, на который я к нему пропишусь на альбом. И вот он мне уже там 5-6 присылает, я все бракую и бракую. Ну, наконец-таки на чем-то сойдемся. Из рэперов, из речитативов там будет только вес. Все, а остальное, какие-то припевы, ну... Ещё одним волнительным моментом может стать новое восприятие группы «Каспийский груз» как отдельных артистов. И как отнесутся поклонники группы к такому разделению, трудно сказать. То есть если вы всю жизнь пили «Лонг-Айленд» и считали его самым лучшим коктейлем, и вдруг впервые попробовали ром отдельно, и он вам понравился значительно больше, то будете ли вы потом вновь заказывать «Лонг-Айленд»? Вот вообще логичный вопрос. Может быть такое, а может быть и другое, а может быть и третье. Да, как бы... Ну, у нас мыслей на этот счет нету. Мы в первую очередь делаем то, что нам захотелось сделать. И в другом формате мы это никак не покажем. Вот сегодня, даст бог, ты послушаешь... Ну, вот сегодня мы протестируем альбом в машине, ты послушаешь песни. Реально посмотри, из этих песен, ну, разве я могу их разделить с кем-то? Там есть самая первая песня, она супер личная. Она вообще про мое детство, там, про родных, про соседей, про то, где я жил. И вот этот куплет ни с кем не разделишь. Да, то есть он мне супер близкий человек. Да, и мы с ним росли вроде и в одной стране, и в одном городе, и где-то в близлежащих районах. Но все равно то, что мною было пережито, да, вот, ну, никак ни с кем не разделишь. Поэтому здесь мы хотим показать то, что до этого не могли показать просто вдвоем. И в будущем мы будем стараться все равно вместе делать что-то, где мы вдвоем будем классно смотреться, где нам вдвоем на одной песне будет что сказать. Но здесь, как бы, на моей песне ему нечего будет сказать. На его песне мне нечего будет сказать, потому что он все разложил, у него там внутренние какие-то конфликты свои. Я даже не понимаю порой некоторые вещи, о чем он, но он их понимает. И да, слушатели какие-то не будут понимать меня, будут больше понимать его. А другие, наверное, наоборот. Но как бы мы об этом вообще не думали. Нам просто очень хочется сделать отдельно. Концерты будут по-прежнему, как бы так, вместе, то есть не будет такого, что... Да, там мы... Я с уехал, по-прежнему. Да, да. Не-не-не-не, мы не будем делать такой «Ласковый май», да, когда там концерт «Ласкового мая» в трех городах в один и тот же день. Да, то есть такого не будет. Естественно, мы всегда будем приезжать вдвоем. И внутри нашей основной программы, где будут исполнены, как бы, лучшие песни из предыдущих альбомов, еще и появятся новые песни, лучшие новые песни из моего и из его альбома. И это будет уже очень такое интересное построение трек-листа на концерте, где человек, ну, точно не заскучает от начала и до конца. Раздельно будут сниматься и клипы. Не так давно в сети уже появилась фотография со съемок. Если обычно артисты пытаются стратегически грамотно привязать их к релизам, то в этом случае они будут выходить по мере готовности. Один из клипов на трек с альбомом уже снят, он в стадии монтажа. Второй? Да, я на свою часть говорю. А второй уже идет поиск актеров, то есть как бы все готово, то есть там раскатровка и так далее, все эти мелочи. Сейчас поиск актеров и начинаем вот буквально через неделю уже. У меня уже все отснято, отснято три видео и там нет никакого хитрого плана. Как только ребята смонтируют, как только мы как бы хлопнем в ладоши, что все готово, все, я их сразу буду выпускать. Может даже вообще, ну, получится так, что вообще подряд. То есть я как бы ничего ждать там стратегически расставлять не буду. Вот три песни, которые я хотел, ну, как бы, видеорядом подкрепить, показать что-то. Вот эти три песни, они в скором времени уже будут готовы. Даст Бог в начале июля все вот эти три клипа все увидят. Ну и потихоньку переходим к главному. Не так давно появилась информация о точных датах релиза. 12 июля у Брута, 21-е у Веса. Все синхронно запустится. Будет на Саундклауде для бесплатного прослушивания, ВКонтакте для бесплатного прослушивания. Будет ссылка на скачивание, там, я не знаю, на Ютюбе. Мы везде разместим, чтобы всем было удобно. Я не знаю, чего вы ждете, каких песен, какие песни у вас любимые. Но самое главное, вы отчасти удивитесь, самое важное, вот в чем большая просьба. Не лайкайте до того момента, пока вы не прослушали от первой песни до последней. Потому что это на самом деле... Ну, артисты следят за этим. Артисты выложили ВКонтакте через 2 минуты, там, просто 10 тысяч лайков. И ты понимаешь, что это, в принципе, невозможно. Отслушайте все это с самого начала до самого конца. Причем огромная просьба, отслушайте каждую песню с начала до конца. Потому что мы постарались поработать и по аранжировке, и по концовкам, по началу, по вступлениям, по всему именно так, как нам хотелось, как мы научились, как мы в мозгах это все планировали. Вот, поэтому зацените все объективно, а потом срите в комментах. У меня в тачке USB входа не нашлось, поэтому послушать свежатинку не получилось. Но зато удалось это у Влади. Не так давно Бруто прокомментировал их встречу на Respect Production. Ну и в завершении классический прием закольцовки подобных информационных репортажей. Мы возвращаемся, с чего начали. И, конечно же, ну как мы без батла, Окси и Эсте. То, что это идет в массы, это как бы вообще отдельная тема. Любителей у этого жанра много. Я смотрю далеко не все батлы. Этот я целенаправленно посмотрел. Мне очень понравилось вот все, что там происходило, все как там происходило. То есть все слова, которые были сказаны каждым из них, они были сказаны в точку. Все было очень круто. Здесь как бы столкновение, может быть, культур или возрастов, или столкновение образов жизни, да, да, каких-то вот, каких-то групп приоритетов. И мне до конца было интересно, что же за итог будет. И в итоге выиграли вот эти вот приоритеты Оксимирона. То есть... Согласен с этим? Как тебе? В моем возрасте, вот я сейчас буду говорить, как Эсте это говорил. Я понимаю все, что он сказал. Вообще все. Я проникся, я почувствовал. Все круто. В мое время были такие герои, которые, ну там, условно, чувак с района, какими-то, ну, криминальными методами поднялся из грязи в князе. И все о нем говорили, все его ставили в пример, и все всегда хотели быть похожими на него. В то время не было модно учить уроки, там, было модно быть хулиганом, и как бы вот в то время я и жил. Сейчас побеждают другие герои. Сейчас вообще у молодежи другие герои. Это такие, как, ну там, Цукерберг. Это чувак, который, ну, супер-ботаник, который точно так же снизу поднялся наверх, но абсолютно другими способами, интеллектом в первую очередь. Вот сейчас у молодежи такие герои. Сейчас у молодежи такие рэперы в любимчиках, интеллектуальные, немножко ботаники и так далее. И если бы мне было лет на 10 сейчас меньше, да, я бы сказал, что, ну, хреновый результат у батла, я не согласен. Но сейчас, как более-менее взрослый, зрелый человек, я рад, что именно побеждают вот такие приоритеты. Потому что, как это тупо, банально и по-ленински бы не звучало, но учиться нужно, нужно стремиться подняться наверх именно вот этими методами. Потому что незаконными методами, ну, все, это прошло, это должно пройти, реально должно пройти. Тот, кто посидел, отсидел, если он здравый человек, он обратно туда вернуться не захочет. Ну, короче говоря, в общем, суммируя это все, я, в принципе, согласен с результатом. Причем, вдумайтесь, судьи были не 16-летние ребята. Судьи были те же люди, которые из тех же ужасных проблемных районов, с проблемных семей, возможно, которые видели все то, о чем читал Эсте. Но все равно они отдали голос за Окси. Ну что же, на этом все. Вы посмотрели очередной выпуск программы «Фанбокс». С вами был Глеб Болелов. Не болейте, пока. Все, спасибо огромное. Круто. Спасибо. «Фанбокс А1 Каспийский груз Е». Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...